Ну что ж, доброе утро всем тем, кто начинает новый день вместе с нами в студии Виталина Славянская, Дмитрий Степанищев. Здравствуйте. И у нас приятная новость. Краснодарский академический театр драмы имени Горького готовится сразу к двум премьерам. И об этом мы с вами поговорим в гостях. Да. У нас в студии Родион Букаев, режиссер-постановщик Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Родион, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте, наверное, начнем с главного вопроса. Катя заявила о двух премьерах. Что за премьеры, что за работы? На большой сцене 20 декабря выйдет спектакль «Новогодняя сказка. Три поросенка». Вот так вот неожиданно. Но это еще не все. Дело в том, что детей в фойе будут ждать много сюрпризов. Так, раскроем некоторые, да. Раскроем почти все. Ну, оставим место для инкрибов. Конечно. Их встречать будет зимушка-зима и провожать на второй этаж. А весь второй этаж будет разделен на зоны. Дело в том, что в этот момент к нашему дедушке Морозу со снегурочкой приедут в гости деды Мороза из разных стран. Вот из каких стран? Это пусть будет маленьким секретом. Интересно. Я вот сейчас сижу и думаю, что, наверное, я сам еще приду погулять и познакомиться. Уже да, так рассказывается. Да, а вторая премьера какая готовится сейчас большая? Это премьера поменьше, чем «Три поросенка». Вот. Это Антон Павлович Чехов, дама с собачкой на малой сцене. Угу. Ну вот если говорить, в принципе, о том, как продвигается работа, вы же недавно приехали, буквально вот в конце августа, если не ошибаюсь. Да, примерно так. Угу. И сразу, как говорится, с корабля на бал, сразу в работу. Ну не совсем сразу, у нас же на носу конец октября, то есть мне понадобилось два месяца на то, чтобы принять решение, подумать, распределить, познакомиться с театром. Я ничего почти не знал ни о городе, ни о театре. Вот. Хорошо. Какие постановки вы видели и каким образом отбирали актеров на главные роли? Особенно вот в «Три поросенка» меня интересует. Это был очень сложный выбор на «Трех поросенка». Да я представляю. Я посмотрел почти весь репертуар на видео и посмотрел половину примерно репертуара уже, что называется, вживую. Угу. Ух ты. Ну почему? За два месяца вполне можно себе это позволить. Тем более, если ты можешь пройти туда бесплатно. Я так чувствую, сейчас половина Краснодарского края просто... Захотели стать режиссерами. Да, я думаю, так. На самом деле я обнаружил театральный бум, потому что почти везде полные залы. На большой сцене идут спектакли, на которых уже нет билетов на ближайшие показы. И поэтому спешите купить билет на «Трех поросят». Но вас это удивляет, как я понимаю. Меня это очень удивляет. Там, где я работал, такого бума не было. Это, видимо, какая-то уникальная ситуация, которая сейчас сложилась в Краснодаре. Ну это прекрасно. Но хотелось бы с вами поговорить о детском репертуаре. Вот почему пал выбор именно на этот материал? И как вы считаете, чем сейчас можно удивить детей? Эта сказка на большой сцене будет, как говорится, интерактивная. Будет сказка-игра. Поросята будут все время обращаться к залу, будут разучивать с детьми различные, но не упражнения, скажем так, а забавы, задания. Будут вместе с ними играть, так как это написано в сказке. Все лето поросята будут играть на лужайке, и дети будут в этом участвовать. Дети будут помогать поросятам строить их домики. И также прогонять злого серого волка, который, конечно же, придет. Но не придет, а приедет. А вот на чем он приедет? А волку кто-нибудь не будет помогать? Мне всегда почему-то хотелось помочь волку в сказке. Всегда есть та, как гордо ребят, которые, конечно, за волка. Но у них будет шанс ему помочь. Вряд ли у них это получится. Мы же все знаем финал «Трех поросят». Ну, это да. Хотя, вы знаете, надо подумать. Вдруг мы что-нибудь изменим в финале. Перепишем пицу и изменим финал. Но вообще, если в целом говорить о взгляде на классику. Сегодня очень много разговоров о том, классический театр или как раз интерактивный постановки. Вы как? К вам, как к новому режиссеру-постановщику театра драмы? Что сейчас будет видеть краснодарцы? Больше классики или все-таки определенное видение, оно будет присутствовать? И мы не увидим те спектакли, которые ожидаем. Вы сейчас говорите про эти две премьеры? Не только про эти две премьеры. А про что? Вообще, в целом, про те спектакли, которые у нас будут идти под вашим началом. То есть я за эти два-три месяца поставлю два спектакля. Если говорить про них, то... Ну да, берем, если в даму с собачкой, классика. Как вы отнесетесь к материалу и как это увидят зрители? Значит, канва и конфликтно-событийный ряд, который Чехов написал, он остается. Тема про невыносимую путаницу бытия тоже остается. Тема про то, как тяжело принять решение после курортного романа, что делать замужней женщине или женатому мужчине, это тоже останется. А вот я про ту жизнь мало что знаю. Мне интересно рассказывать про ту жизнь, которую я могу вычитать у автора. Про эти смыслы, темы. И поэтому костюмы и декорации, конечно, будут современными. А все темы, диалоги будут у Чехова. И мы поймем, что все как было, так и осталось. Ну, как говорят, классика потому и классика, что неважно, 200 лет прошло или 300, она всегда актуальна. Это правда. Хотя, вы знаете, там будет одна сцена, где персонажи сегодняшние будут смотреть на актеров, которые разыгрывают спектакль в спектакле, дама с собачкой. И они будут уже в костюмах той эпохи. То есть такое, театр в театре. Да. Ну что ж, заинтриговали на самом деле, что одним, скажем так, анонсом, что другим. Я думаю, что, как и с другими работами, и на этом отбоя от краснодарцев не будет. Спасибо вам огромное за то, что пришли и поделились. Да, желаем вам полных залов. И еще более полных залов, чем они есть. Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Если вы не успели, на начало интервью ищите его на сайте kuban24.tv. Вскоре он там обязательно появится. Ну а сейчас шустрое утро. Передаем слово нашим маленьким коллегам. Субтитры сделал DimaTorzok